Господи, Господь наш, я хочу на имя Твое по всей земли, я хочу взяться в великолепие Твое, приемы и решенье небес. Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня понедельник, и мы с вами продолжаем чтение Первого Соборного Послания Святого Апостола Иоанна Богослова, и читаем сегодня с вами вторую главу стихи с 18 до конца главы, и третью главу, первые 10 стихов. Вот как звучит данный отрывок в русском синодальном переводе. Дети, последнее время. И как вы слышали, что придет Антихрист, и теперь появилось много Антихристов, то мы познаем из того, что последнее время. Они вышли от нас, но не были наши. Ибо если бы они были наши, то остались бы с нами. Но они вышли, и через то открылось, что не все наши. Впрочем, вы имеете помазание от святого и знаете все. Я написал вам не потому, чтобы вы не знали истины, но потому, что вы знаете ее, равно как и то, что всякая ложь не от истины. Кто лжец, если не тот, кто отвергает, что Иисус есть Христос? Это Антихрист, отвергающий Отца и Сына. Всякий, отвергающий Сына, не имеет и Отца, и исповедующий Сына имеет и Отца. Итак, что вы слышали от начала, то и да пребывает в вас. Если пребудет в вас то, что вы слышали от начала, то и вы пребудете в Сыне и в Отце. Обетование же, которое Он обещал нам, есть жизнь вечная. Это я написал вам об обольщающих вас. Впрочем, помазание, которое вы получили от Него, в вас пребывает, и вы не имеете нужды, чтобы кто учил вас. Но как самое сие помазание учит вас всему, и оно истинное и не ложно, то чему оно научило вас, в том пребывайте. Итак, дети, пребывайте в Нем, чтобы, когда Он явится, иметь нам дерзновение и не постыдиться пред Ним в пришествии Его. Если вы знаете, что Он праведник, знайте и то, что всякий, делающий правду, рожден от Него. Смотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам называться и быть детьми Божьими. Мир потому не знает нас, что не познал Его. Возлюбленные, мы теперь дети Божьи, но еще не открылось, что будем. Знаем только, что когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть. И всякий, имеющий сию надежду на Него, очищает себя так, как Он чист. Всякий, делающий грех, делает и беззаконие, и грех есть беззаконие. И вы знаете, что Он явился для того, чтобы взять грехи наши, и что в Нем нет греха. Всякий, пребывающий в Нем, не согрешает. Всякий, согрешающий, не видел Его и не познал Его. «Дети, да не обольщает вас никто. Кто делает правду, тот праведен, подобно как Он праведен. Кто делает грех, тот от дьявола. Потому что сначала дьявол согрешил. Для сего ты явился Сын Божий, чтобы разрушить дела дьявола. Всякий, рожденный от Бога, не делает греха, потому что семя Его пребывает в Нем. И он не может грешить, потому что рожден от Бога. Дети Божии и дети дьявола узнаются. Так. Всякий, не делающий правды, не есть от Бога, равно и не любящий брата своего». Итак, дорогие братья и сестры, довольно-таки длинный отрывок сегодня предлагает нам церковь из первого соборного послания святого апостола Иоанна Богослова. И в первой части, давайте условно разделим на две части, чтобы как-то легче было нам это все с вами осмыслить, говорится об антихристе и о помазании. Здесь, конечно же, идет речь о крещении и о помазании Духа Святым. Во время крещения сегодня, сейчас в современной обрядовой практике, в обряде таинства, в ченопоследовании таинства есть такие места, когда мы миропомазываем человека и говорим «печать Дара Духа Святаго», и говорим «Аминь», то есть «да будет так, истина так». То есть вот это вот помазание и введение человека, приведенного в новое состояние, новозаветного человека, то есть крещение нас обновляет, миропомазание вводит нас в жизнь, таинственную жизнь в церкви и дарует нам печать благодати Святаго Духа. Соответственно, о чем говорит здесь? О том, что есть некоторые, кто были с нами, но не были наши, ибо они вышли от нас, и через это мы познали, что не все наши. И далее, смотрите, интересно говорит здесь апостол Иоанн. «Впрочем, помазание, которое вы получили от него, в вас пребывает, и вы не имеете нужды, чтобы кто учил вас». Здесь как раз-таки и такая, знаете, можно отсылку сделать в Ветхий Завет, про то, как там говорится, что Бог заключит Новый Завет, пророчество Иеремии, 32 глава, 30 стихи, там говорится как раз-таки о том, что Новый Завет заключу с народом Божиим и Духа Своего вложу в людей. Уже будут в людях жить благодать Святого Духа, и уже никто не будет учить никого. И здесь на самом деле то же самое. «Вы не имеете нужды, чтобы кто учил вас, но как самое сие помазание учит вас всему, и оно истинно и не ложно, то чему оно научило вас, в том пребывайте». Здесь как раз-таки вот эта внутренняя интуиция, о чем говорится, знаете, есть такой учебник по основному богословию, и там есть критерии религии. Есть, понятно, что есть секты различные и так далее. Вот религия, она, любая религия, ее можно характеризовать некими признаками. Один из признаков — это один духовный опыт. И вот те, кто воцерковлялся, да, те, кто не с детства воспитан в церкви, потому что у них это несколько сглажено, а те, кто приходит к Богу в сознательном возрасте, они понимают, что в определенный момент ты обладаешь таким опытом присутствия Божия, благодати Божией, обновления Святого Духа, что, во-первых, ты очень радуешься этому, это тебя как-то привносит мир в твое сердце, ты как-то через это все познаешь, как будто истина в тебе пребывает. Не ты обладаешь истиной, а истина в тебе поселилась. И ты ищешь тех людей, у которых такой же опыт. И любая религия характеризуется людьми с одинаковым духовным опытом. Причем зачастую этот опыт приходит как-то внезапно человеку, и он и ждет в место, где поделится с людьми, у кого такой же опыт. Он не детерминирован тем, что человека, что называется, обрабатывали, и он потом вдруг понял. Нет, он сначала понимает, а потом идет знакомиться с теми, у кого такой же духовный опыт. И вот об этом как раз-таки и пишет здесь апостол Иоанн. Помазание учит вас всему, и оно истинно не ложно. То, чему оно научило вас, в том пребывайте. Нужно искать единый опыт. А деструктивные различные секты, псевдорелигиозные собрания какие-то, они как раз-таки говорят о том, что есть только один истинный духовный опыт. Это опыт некого гуру. И вот он знает, как научить вас. Вот он знает. Это уже духовное сектанство называется. И никакая критика этого человека не принимается. Соответственно, и так, дети, пребывайте в нем, чтобы когда он явится, иметь дерзновение и не постадиться пред ним в пришествии его. Здесь говорится как раз-таки вот об этом. Что мы должны пребывать в Боге и в едином духовном опыте. О чем мы и молимся на всякий раз на литургии, едиными усты, единим сердцем. И поэтому мы должны всегда смотреть, читать святых отцов, чтобы увидеть какие-то, может быть, свои внутренние отклонения, свой грех, чтобы действительно не впасть в какой-то соблазн, какое-то искушение. И далее. В третьей главе говорится о любви отца. Смотрите, какую любовь дал нам отец, чтобы нам называться и быть детьми Божьими. Мир потому не знает нас, что не познал его. Да, у мира свой опыт. Что человек человеку волк. На самом деле, Ницше выразил четко все это. Падающего подтолкни и так далее. Вот это мир. Он не принимает христианство с его милосердием, с его любовью и не хочет принимать. Потому что не познал Бога. Возлюбленные, мы теперь дети Божьи, но еще не открылось, что будем. Да, жизнь будущего века. Знаем только, что когда откроется, будем подобны ему, потому что увидим его, как он есть. Да, опять же таки, здесь Бог познается через любовь. Мы не знаем, как, каков Бог, но он нам откроется, и мы увидим, каков он есть. И всякий имеющийся надежду на него очищает себя так, как он чист. Нелюбящий брат, опять же таки, это человек, который в грехе пребывает и пребывает вне Бога. Дети Божьи, дети дьявола, как вывод всего этого, узнаются так. Всякий, не делающий правды, не есть от Бога, равно и не любящий брата своего. Правда равно любовь к ближнему. Через любовь познается Бога, и нам нужно стремиться к такой праведности, как он праведен. Очищайте себя так, как он чист. Поэтому, дорогие братья и сестры, будем стремиться к истинной добродетели, к истинной чистоте через покаяние, через пост, через молитву. Будем стремиться исполнять заповеди Божии и любить ближнего. Будем молиться и помнить о том, что когда мы молимся, мы обращаемся к Богу, когда читаем Писание, Бог с Его страницы обращается к нам. Всем радости о Господе и до новых встреч. Господи, Господь наш, я хочу на имя Твое по всей земли, я бы взялся в великолепие Твое, приемы и решенье без. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...